Все, что сочетается чисто формальные стороны и кинекологическим материалом. Если рассматривать работу отдела, то я бы заметил два момента. Первое, что в этом году появилась новая публикация зарубежных граналов высокого рейтинга не только традиционных наших авторов, которые там любуются, паразитов, фентомолов, но и других отделов появилась новая публикация. Если дело и так дальше пойдет, то через три года практически все будут публиковаться в рейтинге журнала. И это не будет являться критерием того, что хороший ответ. А будет уже то, что должно быть, насколько твоя работа и циклера, сколько неинтересно сотрудникам будет. Я думаю, что первое, второе. Я, конечно, хочу ответить не очень понравился доклад Василия Анатольевича. Прежде всего, я рассчитываю, что он сделает на полученном среде. Вот это направление, которое я считаю, все равно, как бы вы ни говорили, а главным для института завод является изучение ресурсов, изучение состояния фауны Украины. Да, именно очень интересные вещи, но все равно институт завод не держит. И он должен быть для изучения фауны Украины, состояния животного мира. Мы должны знать его, мы должны его представлять при изменении, в этом плане, конечно, работа связана с мониторингом. Да, у нас есть возможность следить состояние за 20, за 30, за 100 лет. Чего-то. Это очень важно. В Санкт-Петербурге, я делал рационно-метичческие основы систематики, у нас число не меньше 206-70 диссеркаций, не пропилированных материалов за 100 лет, за 70 лет, 80 лет. На основе количественных четких данных были показаны теоретические изменения. Я хотел бы немножко еще сказать по поводу биориндикаторов, и так получилось, ну, дискуссия в этом направлении. Я, в общем-то, не готовился к дискуссии по этому поводу, но когда я вижу, что настолько разнообразная, настолько разрозненно представлена система, мне все-таки пришла мысль в голову туда, почему нельзя действительно было сделать какое-то единое направление, единую идею. Создать, в конце концов, публиковать, в шести-пяти лет какую-то монографию, показать ее. И они считают, что изучение молока, фауны, весноводных систем, это является нового состава, это является делом гидробиологии. Это гидробиология, это наша территория, потому что изучать гидробиологию состава. Они занимаются гидробиологией, или другие даже оценки. Фауна это не их вообще, они там занимаются стремлением, это система. Вот это мы. Мы как-то уступили свое место. Я хочу сказать, что вот, я разговариваю так с Анатасием, он сказал, что за год он получает хаз договор на 8 миллионов рублей. Я думаю, что это солидная сумма, не придется просто отдавать. Я думаю, что... И еще по поводу систематики. Мои выступления по систематике, как-то, я принято, что систематика не нужно, ничего подобного. Я достаточно опытный систематик, в нем много публикаций. Хорошо цитируются мои работы по систематике. Я очень хорошо знаю, что такое систематик. Поэтому я никогда бы в жизни не стал бы ставить вопрос о том, что надо бы по себе систематику, а давайте заниматься чем-то. Нет. Вопрос просто о том, что многие, неспонятите, адекватные улучшения, не адекватные. То есть, знаете, в некоторой степени систематика, особенно мелких организмов, напоминает гидробиологический аппарат, который так разросся, что сам на себя работает. То есть, вот в систематике, когда сзадиотколлекция описывается, сзадиотколлекция описывает, а нужно ли это. Вот стоял вопрос, я помню, время доклада, что 7 миллионов насекомых гидробиологический. Кто их когда и пишет, кто никогда и не. Совершенно призываю, значит, что основные никуда и не пишут. Дело в том, что вот самое интересное исследование по этамологии, которые в последнее время проводятся, это данные немецких этамологов, которые показали, что за порядок территориях большого культуры, не только немецких, как и гиланские, британские исследования, что за последние 40 лет или 30 биомасса насекомых немецких западений, как германских, уменьшилась в 5 раз. Сейчас составляет 19%. Для того, чтобы получить такие, в общем-то, важные и сенсационные, в какой-то степени результаты, совсем не обязательно доходить до видового состава. Конечно, там могут быть какие-то критические факты, но в сущности, я думаю, она отражает реальную действительность, потому что то, что я помню из своего детства, когда было такое количество учеников, ферономит, то сейчас это вообще не учение, это будет пролететь парочку, море, и все. Поэтому думаю, что к этим, как или иначе, придется приходить к этим исследованию, заниматься ресурсическими вопросами. Мы вам даем возможность заниматься самым вылитворением. Это хорошо, помните, это факт, это очень важно. Удаю за внимание. Дякую.